Я же люблю умных, грамотных человеков. Почему человеки мне нравятся? Они с головой. И мне так кажется, что голова на плечах есть у всех магнитогорцев и гостей города. Мало того, в эфире про качественное пиво разговор-то запрещен. Но на этом канале-то можно. Кое-что я объясню. В одном из сетевиков, а именно в пятерочке, есть лучшая советская водка. Она производится на Брянском государственном спиртовом заводе. И маркируется под советским брендом. Это хорошо. То есть мы говорим про уникальность. То она есть в верхнеуральском пиве. Это уже девятый сюжет именно о пиве. Было-то их больше. Это когда я свой ресторан раскручивал. И за 13 лет ничего не изменилось. Ничего. Пиво как было крутым, так таким и осталось. Это не отстой с ароматом пива, насыщенным алкоголем. А вот это и везде. Димедрольное краснолицое, упитое отстоем пива. И это вы. Или вы получаете чудо. Вот вопрос. Цена однозначно дороже. Но вы думаете, что типа купив, что-то типа оригинал будет другим? Да ничего не получится. Пиво нельзя нагревать и фильтровать тоже. Получится тот же отстой. Хотя зачем? Хотя за нужным вариантом я бы сказал. Верхнеуральское пиво при охлаждении до плюс четырех хранится месяц. Не покупайте отстой комнатной температуры. Вообще без разницы, здесь он сделан или где-то привезенный. Это идиотизм. Вы угваздываетесь однозначно. А вот теперь мнение умных людей. Вопрос достаточно простой, очевидный. И мне главное нужный. То есть мы пьем хорошее пиво, правильно? Все верно. А в Магнитогорске много пивных заводов, понимаешь? Точнее много пива, особенно сетевики. В сетевиках часто берешь пиво или нет? Да нет, в основном в этом магазине. Только в этом магазине. А сколько лет ты этим делом занимаешься? Ну, где-то последний год стараюсь только сюда приезжать. Последний год. А до этого в курсе события, да? Что Верхневральский вернулся на круги свои? Ну, да. Событийность такая. Узнал и поэтому. Понравилось, да? Понравилось, да. Ясно. То есть можно говорить всем, приходите пить отличное пиво. Да, очень хорошее. То есть смотрите, вы наверняка брали другое пиво, да, Витя? Брал. А и какое оно на вкус? Такое кисловатое немножко. А вот этот эффект диметрольности и алкоголя? Есть, да. То есть мне это не нравится, когда я пью, а потом меня начинает колбасить. Здесь она прям вот как будто спирт добавляет, диметрольный. Есть, да, такая штука? Есть, есть. А в Верхневральске такого не существует? Здесь нет. То есть чисто, четкое, хорошее, дорогое, достаточно дорогое пиво. Ну, в Сырьямском среднем. Ну, среднем, потому что есть люди, которые нам везут всякую западную штуку, и примерно так, и те же яйца. Только там же все то же самое, те же самые дрожжи, понимаешь? Это же идеальный вариант человека, который хочет нас обмануть. На воде зарабатывать, логично? Вот так и получается, да, Витя? Ну, так и получается. По сути событий, пипсикола никуда не уехала, переименовалась, кока-кола никуда не уехала. Они просто добавляют растворитель, и получается кока-кола. Я так понимаю, что такой же растворитель добавляется и в острове пиво, на их завод, правильно? Мне так кажется. Здесь не добавляют. Здесь нет, а там-то, да, скорее всего, да? Ну, в другого пива наеду. Ну, все, то есть будем пить это пиво, правильно? Да, это пиво хорошее. Почему мы пьем это замечательное пиво? За качество, вкус. Качество, вкус. Он великолепный? Отлично. То есть я еще раз говорю, вот очень много различных пив, которые продаются, но там такого пива не существует в природе. Потому что человек занялся, делает все красиво и ровно, и вкусно. Вкусно, самое главное, вкусно. И действительно, ощущаешь после этого, если ты много выпил, то не болеешь, не так сильно. Удовольствие полные штаны, я бы так сказал. Вкусно.